Вот так с тележкой и пластиковыми бутылками Базархан Коширбаев ходит за водой 10 раз за день. Водопроводная колонка одна на всю округу. Сам он имеет инвалидность. Живет с многодетной семьей брата в этом районе уже 6 лет. Из благ цивилизации им доступно сейчас только электричество. Воды нет. Несколько дней назад обещали, что будет вода. Но ее нет. Брат постоянно ходит за водой. Он устал. Ему говоришь, не иди, но он все равно идет. Все время таскает воду. Дороги нет уже сколько лет. До середины дошли и дальше не сделали. Другой житель этого района, Раджеп Татагулов, жалуется на отсутствие канализации. Говорит, живет здесь уже 15 лет. Тогда власти города раздавали в этом районе бесплатные 10 соток. Но в итоге за все эти годы провели к домам только электросети и водопровод. Сейчас Аким города, если Кеша говорит, запасайтесь углем, заедет, пускай на машине. Сейчас как КАМАЗ заедет, уголь привезет по этой улице. Жители говорят, что несколько лет назад из бюджета города выделили более 6 миллиардов тенге на строительство дорог и инженерных сетей в их районе. Но последние два года они не могут выяснить, почему эти деньги не дошли по назначению. Денег нет, а в итоге остались перекопанные улицы и открыты канализационные колодцы. Жители вынуждены сами закрывать их, чем придется. Все лето была хорошая погода. А осенью погода какая? Естественно, где-то дожди, где-то что-то. И вот они слились. То погода не такая, то денег нет, то субподрядчики не хотят работать. А субподрядчики тут говорят не в том, что не хотели работать. Они с ними не расплачивались. Из-за этого они приостановили работу. Последний ответ жителям Восточной Ильинки администрация Астаны прислала в августе. В нем сказано, что строительство инженерных сетей и дорог откладывается. Пока только проработан технологический план проезда и доступа движения в этом районе для 38 улиц и 83. Всего в районе проживает порядка 20 тысяч человек. Мы вот так вот мучаемся в 21 веке в столице Астана, что у нас такие дороги в городе. Это город называется. Мы городские налоги платим, а живем как будто в селе где-то. Даже не в селе, а как проклятый край. Проклятый край какой-то, аппендицит, который никому не нужен. В прислужбе главы города нам ничего нового не сказали. И предложили прислать запросы, подождать их ответа 7 дней, согласно новому закону о СМИ. По таким вот случаям, которые надо пояснять, информацию забирать, мы пришли заброс. Из информации властей, которую прислали местным жителям, также следует, что строительство дорог и инженерных сетей в этом районе не начнется раньше следующего года. Светлана Глушкова, Ганнизатоспанов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана.